Всем привет, меня зовут Мария. Вы наверняка слышали не раз от успешных людей такие вещи, как «иди к своей мечте», «иди к своей цели», «добивайся всего», «много работы», «трудись». А тех людей, которые этим не занимаются, обычно называют лентяями. И это всё, конечно, здорово, и в принципе я согласна с идеей о том, что нужно много работать, и тогда ты достигнешь успеха, это действительно так. Но меня смущает один момент. Большинство, большинство, но не все, Большинство из успешных людей — это люди, которые выросли в нормальных условиях, в нормальных семьях, они были обеспеченными, они, возможно, закончили какие-то крутые вузы, платные, конечно же, и всё такое прочее. Их родители, возможно, оплачивали им учёбу, или помогали с первыми стартапами, или даже давали им первую работу. И они видели пример нормальной жизни от своих родителей и каких-то других родственников и взрослых, того окружения, в котором они жили. В то же время другие дети возвращались к глухому бате и пиздюлям. Донашивали одежду за своими старшими братьями и сёстрами, имели самые старые вещи, родители не могли позволить им какие-то телефоны, там что-то ещё, компьютеры. Даже не самые последние модели, просто средненькие, нормальные. Возможно, они голодали, и с ними никто, естественно, не хотел общаться, из-за их социального статуса. Их могли унижать за их социальный статус. Издевательства, насмешки и даже избиения. И пока одни в 20 лет имеют весьма успешный перспективный бизнес, другие в 20 лет имеют гору психологических проблем, нестабильную самооценку, не знание, чего они хотят от жизни. И всё в таком духе. А порой приходится ухаживать за старыми или больными родственниками и тратить на это много времени, силы, денег. Потому что делать больше нечего. Дело не в том, что у богатых нет проблем. Они есть у всех. Сомнения, страхи, неуверенность. Иногда человек может потратить очень много денег и слить их, или какой-то неудачный опыт получить. Но дело в том, что наше детство очень сильно на нас влияет. И то, что мы видим в детстве, мы не всегда можем это правильно понять, мы не всегда можем это полностью осознать. Поэтому негативные события обычно оставляют след. Очень сильный в виде психологических травм, закрытости, неуверенности в себе. И в итоге человек вырастает с кучей вот этого всего. Ребёнок, который видит, как его родители создают свой бизнес, зарабатывают деньги, улучшают своё здоровье, постоянно развиваются, занимаются спортом, правильно питаются. Они, скорее всего, приучают его к этому, и он к этому привыкает. Измениться можно и нужно. Но нужно понимать, что каждому требуется индивидуальное время для изменений. Если одному человеку нужно изменить пара-тройки вредных привычек, то у другого человека могут уйти годы или даже десятилетия на изменения. Не нужно судить всех по себе. То, что есть у вас, не всегда есть у других. И у вас наверняка есть какие-то крутые вещи, которым другие просто позавидовали бы. Нужно понимать, что нам во многом повезло. С кем мы общались, как нас воспитывали, как мы жили, в каких условиях мы выросли. Это всё очень сильно на нас повлияло. И поэтому нужно быть благодарными за это. У вас наверняка есть какие-то крутые вещи, которых нет у других. Я, например, с детства увидела пример саморазвития. У меня был родственник, который постоянно чем-то занимался. Он постоянно самостоятельно полностью изучал что-то. Разные сферы. И я настолько к этому привыкла, что для меня стало это нормой. И сейчас, когда я слышу от людей, типа, «Я не могу что-то найти, что-то изучить», для меня это кажется странным, потому что я постоянно что-то изучаю. Я постоянно что-то ищу в интернете. И изучаю эти сферы, которые кажутся для меня какими-то космическими и непонятными. Но потом я начинаю в них потихоньку разбираться. И для меня это кажется чем-то естественным. Но для других нет. Для других это сложно. Просто потому что они не привыкли к такому. Они не привыкли видеть такое. У них не было примера подобного. Так что будьте благодарными за то, что у вас есть. И не судите других. Берите столько времени, сколько вам нужно на ваше развитие. И решайте свои проблемы. А с вами была Мария. До скорых встреч.